Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Пришло время снять очередное видео ответы на вопросы, но прежде чем я начну изучать ваши вопросы, я хотел бы обратиться к своим зрителям. Господа, на сегодняшний момент у меня больше чем 2300 подписчиков. Последние спинедель я анонсировал несколько проектов, это касается воздушного шара, это касается поездки в музей, снять видео. И немножко был поражен реакцией людей. Я изначально говорил, что мой канал не предназначен для зарабатывать денег, это некоммерческие проекты, у меня нет партнерской программы. Я не выкладываю заведомо какие-то коммерческие видео, не пытаюсь как-то развлекать публику, корчить из себя клоуна, бояться. У меня канал рассчитан на мыслящую публику, и в основном это люди среднего класса, я смотрел анализ статистики, она приятно порадовала. Но при этом проекты были поддержаны даже словесно, не говоря уже там просто, что кто-то положил там 2-3 доллара. Просто словесная какая-то поддержка этого проекта, считанная единицей. О чем это говорит? Давайте мы отбросим мой канал. Давайте мы вообще просто отбросим канал. Мы просто поговорим о том, насколько сейчас люди в России поменяли свое сознание в тот момент, как развалился СССР, и как люди сейчас стали не то, что даже мелочными, а пропала вот эта вот душевная составляющая помочь ближнему своему. Вспомните Булгакова, когда Волод вышел на сцену, посмотрел на жителей Москвы 20-го года и сказал, квартирный вопрос очень испортил москвичей, но в душе они остались добрыми людьми. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас в Москве лежит человек, плохо стал через него перешагивать и идут дальше. Давайте вы сами спросите у себя, когда вы в последний раз кому-то помогли просто на улице? Вот подошли к бабушке, к дедушке, к парню, который просто валяется, не подумали, что это бомж какой-то, что там наркоман передознутый и так далее. Просто лежит человек. Когда вы сами это делали? Подошли, подинтересовались, не нужнали помощь. Второй пример. Сидит бабушка, христорадничает. Плохо одета, может быть, не казистый выглядит, правильно, не супермодельник, Клауди Шифер и там не Шарапова. Понятно. Люди разные бывают. У людей бывает разная жизненная ситуация. Но самое страшное, когда в вагонах метро едет молодой парень-инвалид, калека, без рук, без ног, а все метро делает вид, что его нету. Он проезжает мимо тебя, а все уткнулись в свои книжки, погрузились в сами себя, плеер свой слушают, приставки играют. Но этого парня нету. А кто бы согласился поменяться с ним на это место и подумал бы, вот не дай бог завтра со мной вот такая фигня случится, и завтра я буду без руки, без ноги так же ехать. Все же общество отвернется. Практически эта ситуация началась вот с 90-го года, как вот Советский Союз разрушился, правительство бросило всех на произвол, и у людей вот это человеческое стало вытравливаться. Оно-то и раньше-то не особо преобладало, а сейчас оно полностью вытравливалось. Добавило в свою, конечно, лекту журналистов, которые из желтой прессы, всячески писали статьи о том, что инвалиды до хрена зарабатывают, что они ресторанничают целые, там чуть ли не мафия. Ребята, задайте вопрос, за какую сумму денег вы бы согласились поменяться вот с этим вот инвалидным парнем и оказаться на его месте в этой коляске? Вот это же оно. Это не сложно. Открыть кошелек, достать 30 рублей, хотя бы десятку, ладно, черт не в 30-ку, вот жаба души 30-ку положить, хотя этот бутылок и дешнявые балкики, к примеру, или пачка паленых сигарет. Положить хотя бы десятку. Поверьте, уважен душе, от этого будет легче. Начните с этого, и вы поймете, что необходимо консолидироваться. Пока мы сидим по своим нормам, как крысы, кто сидит там, и думает исключительно только о своем собственном благополучии, о том, чтобы мне поздать на работу, чтобы с работы не уволили, чтобы уволили меня за хоть ипотеку, чтобы успеть на дачу, купить новую машину, успеть накопить денег на поездку в Турцию, в Едипет, там еще куда-то, мы займем только своими проблемами. Но начинать нужно, если мы хотим какую-то консолидацию, что-то поменять, необходимо поменять в себе. Я уже здесь живу год в США, и я обратил, что здесь у людей другая психология. Можно сколько угодно ругать Америку, за всякую политику, за доллары, за что угодно. Ребята, здесь у людей немножко другое видение. Они по-другому друг к другу относятся. Здесь никто не будет перешаривать через валяющегося человека. Или если уж действительно человек сидит и просит денег, ему эти деньги бросят, положат ему, дадут эти деньги. Ну, другое отношение. Если мы хотим к чему-то двигаться, к хорошему, давайте мы с этого начнем, каждый из вас. Я понимаю, у нас на канале, у меня на канале, есть нормальные люди, вменяемые, до которых вот то, что я сейчас хотел сказать, дойдет. Пожалуйста, пишитесь, напишите в комментарии. Мои проекты – это отдельная песня. Я никогда не пытался зарабатывать на этих вот шарах. Как-то написал один комментатор, я там с ним вступил в поливик. Он сказал, не надо отправлять мне деньги. Вот сделай для меня лично вот одолжение. Сходи за твой, бабушка первая попала, что ты положи эту тридцатку. Тебя не убудет. Это не такие большие деньги, но тебе же самому станет легче. Ты поймешь, что ты что-то начал менять. Начал менять себя. Ладно, оставим эту лирику. Давайте поговорим о хорошем. Так, начнем с моих вопросов. Значит, один из задезервированных вопросов у меня был по поводу фототехники. Я сейчас не помню, кто мне его задал, этот вопрос. Значит, я сейчас сижу на технике Nikon. Я перешел на нее достаточно давно. Уже сменил второй фотоаппарат. Сейчас у меня Nikon D700. И у меня к нему хорошая оптика. По-моему, 2870 F2.8. Второй межширокоугольник 1424, тоже 2.8. И это как бы профессиональная линейка. И у меня еще недорогой бюджетник телевик. Я его крайне редко снимаю. 70-300, кажется. Вот я планирую сейчас его поменять. Всю технику я покупал в Америке. Фототехника здесь стоит на порядок дешевле, чем в России. Даже можно покупать бэушную технику. И, в общем-то говоря, если кого интересует закупка профессиональной фото-видеотехники из Америки, я могу это организовать, потому что я немножко по этому разбираюсь. Я знаю эти магазины онлайновые, где это можно заказать. И могу с этим поспособствовать. Даже есть канал доставки. Не почта России. Есть пилоты аэрофлотские, которые регулярно летают до Нью-Йорка. Можно сорганизоваться, чтобы эту технику гарантированно привезти в Россию, чтобы ее не украли по дороге. Как сейчас помню, за объектив я за один отдал полторашку. Этот, который широкоугольник. Тот, который 2870, он тоже порядка штуки. И штуку мне обошелся сам фотоаппарат. На тот момент цены в Москве можно было добавить ровно 1000 долларов. На 1000 долларов каждая позиция стояла дороже. Это что касается фототехники. То есть намотать все на ус, все это можно сорганизоваться. Мурат Юдаков мне пишет, где независимый телоролик. Привет, Макс, как свалить из России? Как угодно. Лучший способ свалить из России, это Шереметьево-2. Оттуда лучше всего сваливается. А дальше убирать свой собственный путь. Каким образом. Так. Папа-папам. Так, это вот тут извиняется Алексей Челешев. Он у меня разместил рекламу по поводу эмиграции. Я человеку сказал. Ты уж определись, голубчик. Или ты рекламой занимаешься и коммерческим сшибанием денег, или как бы это благотворительность. Вот человек извинился. Спасибо большое. Извинения принято. Некий Point Bad с очень интересным аватаром. То ли в блюющей девушке в унитаз, то ли еще. Хороший такой аватарчик. Сними один твой рабочий прожитый день. Я уже снимал это. У меня рабочий день. Утром проснулся, штаны тянул. Ребенок пампер сменили. Если успел себе сделать кофе-чай, спускаясь вниз, вот на рабочее место. И два часа усиленно занимаюсь обработкой заказов. Потом завтрак, немножко расслабон, на середине дня продолжаю работать над своим проектом. Потом сходили погуляли. И перед сном я еще пару часиков поработал. Кстати говоря, все цветет и пахнет, коробочки добавляются. Движемся, развиваемся. Вот. Вот, собственно говоря, рабочий день. Если вам нужен уже досконально с похода в туалет, с бритьем, с чисткой зубов. Ну, что ж. Пишите, господин хороший, мы вам снимем такое видео. Александр Reliable. Добрый день. Интересно было послушать про интернет-бизнес. Если сможете, снимите ролик. Отвечаем. Про интернет-бизнес я уже рассказывал. Вот он, интернет. Вот он, бизнес. Значит, если хотите узнать что-то более детальное, как запустить с нуля бизнес на ebay и на амазон, есть у меня соответствующий ролик. Буду анонсировать. Значит, курсы уже начались я. Соответственно, с каждым индивидуально разговариваю. Уточняю, какой уровень у человека и насколько мне интересно, как бы, заниматься тренингом. Вот, тренинг, сразу говорю, платный. Вот. Потому что это касается вопроса зарабатывания денег. Вот. Увы и ах. Все, что могу, делаю бесплатно. Но, как говорится, если вы пришли к Страдивари учиться делать скрипки, уж будьте добры заплатить за обучение. Вот. Ну, вопрос ответил. Водительские права. Александр Reliable. Тот же самый. Ага. Подскажите, пожалуйста, могу ли пользоваться США российскими и единственными правами международного образца? Если да, то что для этого надо? Да, с доверенной. Да, с доверенной. Короче, значит, по законодательству США вы можете формально есть один месяц со своими правами, даже международными. Потом вы должны эти права, грубо говоря, сдать американские. У меня есть ролик, как получить американские права. Подробно там все разжевано. Можете посмотреть. Ничего сложного нет. Я права свои получил практически на вторую неделю пребывания в Америке. У меня бывает деканчик, права. И это все сделать крайне легко. Ничего сложного нет. Если вы не хотите с этим морочиться, можете забить на это болт. Можете сделать даже перевод ваших прав, перевести. И поехать в банк, заверить, поставил, что вы сделали перевод этих прав, с этой бумажкой кататься. Если вас вдруг остановят, полицейскому показать, что у вас вот такой вот перевод прав. Это тоже здесь прокатывает. Формально даже слышал историю про одного русского, который два года отъездил с правами у нас в Умахе. Его никто не останавливал. Только на второй год ему показали эти права, и то отпустили его. То есть здесь нет таких волчьих правил, как в России по поводу прав удаления. Ианн Экснер. Если не секрет, за сколько вы снимаете дом? Так, сейчас я сразу отключусь. Значит, про дом я уже рассказывал. Дом я снимаю за 450 долларов. Это и аренда дома, и, соответственно, 50 долларов у меня идет коммунальная оплата услуги. Газ, свет, вода. Ну, скорее всего, ставочку мне сейчас поднимут чуть-чуть. Вот. Сейчас будет у меня продолжение контракта. Пределы где-то 550-600 долларов. Вы можете легко снять на Среднем Западе апартаменты моего уровня. И никаких проблем не будет. Идем дальше. Максим, добрый день. Снимите видео про профессию биолога, эколога и все, что связано с биологией. Это у нас пишет Йенни Бишева. Уважаемая Йенни или Йенни, я не знаю, кто он, он или она, к сожалению, у меня ни биологов, ни экологов, ни биохимиков, ни биофизиков знакомых пока еще нет. А скорее всего, это востребовано, потому что ученые здесь котируются, хорошие люди, которые в этом разбираются. Но насколько будет востребован ваш диплом, вам уже нужно будет самостоятельно выяснять в интернет и посмотреть, что и как. Наверняка есть сайты, посвященные трудоустройству по этим вакансиям. И я думаю, что информации там более предостаточно. Возьмите гугль, на английском вы увидите, сделайте запрос и найдете всю информацию. Проблем к этому нету. Сообщение в тему. Паша Лимберг. Макс, душевное спасибо. Может, немножечко информации поможете по поводу того, как работает о сервисе у вас. Какой кузовной ремонт, так и по механической части. Видите, что для этого нужно, чтобы открыть свой размер небольшой боксик на 1-2 подъемничка. Обладаю хорошим опытом, не хватит приезду в землю зарывать. Паша, тебе все карты в руки. Во-первых, здесь все это востребовано. Автор ремонт здесь дорогой. То есть не дешевле, чем в Москве, а на некоторые виды работ и подороже будет. Хотя, ну, цены умеренные. Кузовные работы, как ты знаешь, традиционно во всем мире дорогие и востребованные. Более того, здесь очень много автосвала, где люди просто бросают свои машины, потому что им нерентабельно заниматься восстановлением машин. А машина, в общем говоря, в хорошем состоянии. Так спокойно можно бизнес организовать, покупать эти машины и, соответственно, их там приводить в нормальное состояние. Опять же, тут есть специальные аукционы, которые устраивают страховые компании. Необходимо зарегистрироваться как автодилер. Компании, если вы видите, открыть крайне легко и просто. И с этих аукционов можно покупать прямо вот эти машины и заниматься их конкретным восстановлением. Боксик свой открыть гораздо проще, чем в России. Все схемы прозрачные. У меня лично своего сервиса нету. Но есть знакомые, которые здесь такой бизнес аналогичный в Америке держат. Я постараюсь с ними пообщаться более подробно. Узнать, скажем так, какие нужны капиталовложения. Но если у тебя сервис есть в Москве, то примерно ты знаешь, какая смета тебе потребовалась там. Те же самые деньги, я думаю, абсолютно те же самые деньги в Америке. Единственное, только тебе не нужно будет в Америке платить за крышку, ты плачешь в Москве. И геморрой будет гораздо меньше. В основном такие мелкие сервисы держат мексиканы. Но есть и востребованные такие распространенные сетевые сервисы, как Bridgestone, Firestone. И еще несколько вот этих вот сетевых сервисов, которые здесь предлагают свои услуги. Так что тема крайне востребована, она нужна и на это можно заработать. Если будет конкретное предложение по организации бизнеса и помощи в регистрации фирмы вообще поучаствовать в этом, как говорится, warmly welcome, пиши мне в скайп, пиши в личку, более детально пообщаемся на эту тему. По-моему, у нас автогайками занимается Юра из Индианы. Я бы рекомендовал бы ему вопрос задать непосредственно. У него, наверное, информация будет побольше по конкретике. Прямо с ним лично свяжись через скайп. Даже если он не отвечает, постучись несколько раз, потому что он загружен своими клиентами. Как подписчиками, у него уже там 17 тысяч, вот. Так что, может, не всегда, не сразу ответить. Но он нормальный человек, то есть я рекомендовал бы с ним на тему пообщаться. Ну, или со мной. Так, значит, укор мне, кстати, правильный. Ролик 199, аксесс, небраска, медицинское страхование. Sorry, ребята, на старуху бывает проруха. Значит, хотел как лучше, получилось, как всегда. Это неправильный сайт там привел. Действительно, сайт немножко левый, там приведен аксесс-небраска.com. Там немножко другой сайт. Я этот ролик сейчас пересниму с новым ресурсом и выложу, потому что торопился, в торопях делал этот ролик. Как говорится, sorry, могу принести извинения. Действительно, там сайт немножко неправильный приведен. Некий мистер Матрикс 31. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ваше видео политическое убежье. Вы сказали, что если человек живет в США длительное время, пока идут в суды и разбирательство опрошений политического убежья, человек может подать заявку на получение грин-карты на основании того, что он уже длительное время находится в США. Что это за статья такая, где об этом можно почитать? Долго рылся, но не нашел. Во-первых, наверняка это есть на сайте, по-моему, миграционный официальный сайт американский. И речь идет не о грин-карте, которую, скажем, вы ее отменяете сейчас. Речь идет о получении американского паспорта. По закону, если вы живете в Америке 4 года и 6 месяцев, кажется, вы можете получить паспорт. То есть вы идете на почту и уточняете, как получить этот паспорт. То есть там необходимо будет, если вы совершеннолетний человек, пройти экзамены на гражданство и заполнить форму. Она легко заполняется на самой почте. Но, опять же, вам необходимо будет найти информацию именно об экзаменах. Мне пока еще это не светит, поэтому у меня фактической информации нет. Опять же, по поводу конкретного вопроса рекомендую к Юрию обратиться за Индианой. У него этот же вопрос стоял, и информация у него есть конкретная. Где, чего и как. То есть рекомендую с ним пообщаться. Вот, Олег Алекс Ермаков. Макс, привет. Меня зовут Алексей. Я являюсь подписчиком твоего канала. С удовольствием смотрю твои видео. Заинтересовал твое видео про интернет-торговую. Сам живу в Москве. Скажи, пожалуйста, что тебе известно о распродаже одежды США. Где-то посчитал, возможно, видео-аутлеты. После того, как одежда не распродана, продается по одному доллару, но уже палетами делают на аукционах. Да, совершенно верно. Есть такие аукционы. Я сейчас как раз пробиваю информацию про нашему городу по поводу этих аукционов. Но это аукцион исключительно для зарегистрированных юридических лиц. Если у вас есть зарегистрированная фирма в США, вас допускают на такой аукцион, и вы там можете принять участие и, соответственно, покупать и электронику, и вещи, и очень много распродается муниципального имущества, с офисов, с разных государственных контор. Все это на эти аукционы выставляется. Как только у меня будет фактическая информация, я сниму видео и, естественно, выложу. Мне не жалко. Опять же, есть способ придумать какой-то бизнес для всех. Марсия, 1683. Спрашивает по поводу семейного бизнеса семян. Но, по-моему, мы с вами разговаривали по скайпу уже. Про семена я сказал. Тема востребована. Единственное, возникает несколько нюансов. Это доставка семян в Америку. Это раз. А во-вторых, правовые акты по поводу ограничений посадочных и биологических культур. И, как называется, санитарного контроля. По поводу вот этого. Вот эти все документы нормативные я бы рекомендовал самостоятельно поискать. У меня, к сожалению, времени нет на это. Но вы сами можете эти нормативные документы найти. И, скажем так, если никаких препятствий нет для ввоза семян, или есть возможность какие-то эти формы получить и заполнить, вы можете семена все привезти и спокойно продавать. Слава Азер спрашивает про велосипед. Да, велик я взял. Он стоит, я его уже отремонтировал. Так, следующий. Про семена я уже ответил. Вопрос по магазину DILOS. Значит, там несколько роликов у меня выложено. Значит, вот этот DILOS Clearance, это тот самый стоковый магазин DILOS, куда со всех DILOS-ов свозят нераспроданные коллекции и продают со скидкой в 80-90%. То есть, остается всего лишь 10% от исходной цены. Некоторые вещи, которые там попадают, вначале стоили 250-300 долларов, но после оценки могут стоить десятку. Там очень много одежды, обуви, детские вещи, женские, подростковые, мужские, все что угодно. То же самое, разные размеры. Единственное, что, значит, некоторые модели там в ограниченном количестве, и их достаточно быстро разбирают. Поэтому, если кто-то что-то хочет заказать, это нужно делать оперативно. А, кстати, я только что отправил первую посылку. Ко мне обратились люди по помощи консолидации. Они заказали сами детскую одежду через интернет-сайт. То, что я указывал у себя, заказ американской одежды, там ролик такой есть. На одном из сайтов они сами заказали, оплатили эту посылочку. И я ее отправил сейчас в Москву. Учитывая проблемы, которые были у Юры, он там рассказывал в своих видео, с ним очень четко, плотно контактируют по этим вопросам с доставкой. С почты России творится беда, и посылки воруют. Вот. Поэтому сейчас делал эксперимент, что получится одежда, дойдет ли она или нет. Чтобы было понятно стоимость доставки. Значит, вот такой вот пакетик, сейчас я покажу, по размеру, чтобы было ясно. Ну, обязательно вот такой вот. Если бы возьмем стандартный пакетик Федекс, если вот так плотный онокет, одежда его, потрамбователь какими-то вещами, доставка до Москвы составляет приблизительно 25 долларов. Вот. Туда влезает приблизительно этот вес у нас полтора фунта. Приблизительно полтора фунта. Это 25 долларов. Это вот минималка, на которую можно вот закладываться по заказу, от которого я могу как бы вот идти и ваши заказы обрабатывать. То есть вот минимальная стоимость доставки. Опять же, этот заказ пойдет с трейтинг-номером исключительно отслеживающим перемещение посылки до границы с Россией. Потом трейтинг не работает. Если делать глобальный трейтинг, сама почта берет гораздо дороже. Такая же точная посылка вам обойдется по минимуму в 45 долларов доставка. Но я бы не стал делать трейтинг глобальный, потому что толку от него маловато будет. Если вашей посылке быть суждено украденной, ее украдут и с трейтинг-номером. И ничего не поможет. Как случилось у Юры, он чуть ли не два месяца ходил по инстанциям, переписывался, дошел до Путина. Почта России признала, что посылку у него украли с айпэдами. Вот теперь еще предстоит суд, чтобы с Почты России эти деньги получить. То есть все очень непросто. Вот такая ситуация. То есть получается лотерея. Если мы говорим про большие посылки, то, конечно, не доходят с большей вероятностью. Это мы говорим про компанию Мист и говорим про Юкраин-экспресс. Но там рентабельно набивать посылку 20 килограмм. Чтобы это было оптимально по цене доставки. Меньше посылки, конечно, будут менее оптимальны. Юкраин-экспресс, по-моему, предлагает порядка 12 долларов за килограмм. Это если мы ведем самолетом. Срок доставки у нас, чтобы не соврать, полтора-два месяца. Опять же, кому это надо, можно через личку связаться и можем вам заказик помочь отправить. Работу вам видите. Павел Петров. Максим, добрый день. Может быть, утро. Максим, мне еще 45 лет. У меня уже пенсия на Украине, но я не так уже стар. Вот я о чем подумал. Может, плюнут на все эвакуирую с Украины. Хорошая идея. Пора уже давно сделать. Максим, вы не знаете, США при условии получения гражданства может ли устроиться пожар на 50 лет? Специально уточнил для вас ситуацию. Значит, там есть лимит по возрасту. Вот пожарный, к сожалению, попадает в лимит возраста. И если вы хотите пойти на эту работу, вам должно быть не меньше 35-40 лет. То есть, не больше. После этого на эту работу уже не берут, потому что работа опасна, требует большую физическую нагрузку. И тем более, очень большие требования к американским пожарным. У них там очень серьезная подготовка. Это не просто тушение пожаров, это еще указывает уметь первую медицинскую помощь. То есть, фактически, пожарную машину, как МЧС, вызывают затыкать все дыры. Если там бабушки, то плохо. Кто первый приехал, это могут быть и полицейские, и пожарные, и, может быть, медработника, вы должны уметь человеку оказывать медицинскую помощь. Какие-то еще нюансы есть. То есть, серьезная подготовка фактически к какому-то честнику. То есть, я боюсь, что пожарным вам не удастся устроиться на Украине. Ну, а так, пожалуйста, попробуйте сделать эмиграцию политическую или религиозное гонение. В июле в конце вроде бы обещали новый закон опубликовать про эмиграцию. Мы всем ее ждем. Как только у меня будет более подробной информации, я о ней расскажу. Вот. Вам хорошего дня. Так, значит... Идем дальше. Идем дальше. Вархаммер 0109. Такой молодой человек в плашках. Суровый. Максим, в Америке рыбалка как проходит? Там действительно за рыбой ездят? Или как в России, то есть по 05, вот ли на брата и вперед. Кстати, есть его рыбалка. Интересно было посмотреть про рыбалку. Во-первых, про рыбалку очень много клипов. Особенно про ловлю осетра. Тут мне действительно сорвало башню, только в том клипе про язь. Вот. Я никогда не... И не мечтал даже, что смогу поймать на одну удочку целых двух осетров. Вот. Для меня это просто предел моих мечтаний. И как рыбак я считаю себя состоявшимся. Вот. 05. Никто, конечно, на рыбалке не их лечит здесь. Здесь и пиво даже не каждый раз берут с собой. Рыбалка это здесь отдых, это искусство. Люди покупают удочки, покупают наживку, покупают лицензию на год. И идут все спокойно рыбачить, получать от этого удовольствие. Вот. Такого вот алкоголизма, как у нас, здесь, конечно, нет. Вот. Здесь рыбалка это совершенно другая тема. Так. Слава Зет еще раз пишет. А что вам в Вигвамы не заглянули? А, это, видимо, по очень старому ролику, где у меня там Вигвам нарисованы. Да, Слава, каюсь. Надо было мне, конечно, одеться как индейц, закрутить дудон мира, сесть туда с этим дудоном и, значит, исполнить в своем формате нашим хипанском. Но, к сожалению, значит, Вигвам сейчас демонтировали. Вот.